Всем приветики! Наверное, сейчас спросите, Наташа, чем я тут занимаюсь? Я сварила морс. Остался такой вот жмых. Я его называю. Вон там морсик. Это для Димочки от температурки. И я его сейчас хочу вот этой штучкой перемолоть. Перемолоть, да. Димочка у меня сейчас спит. У нас обед. В пятый час доходит, он просыпается. Стиральная машинка у меня там стирает. Вот я уже все поприготовила. Ему яички вытащила. У него сейчас будет полный. Пить таблетки надо. И, конечно же, он уже вечереет. Конечно же, я вам обещала рассказать про вчерашние анализы, про УЗИ. Мы ходили вчера вечером. Вчера вечером уже абсолютно была другая погода. Даже вот чуть-чуть вот видно. Как будто снега совершенно и не было. Было такое ощущение. Но, по-моему, я не засняла. Анализы у него шикарные. Все супер. Как будто бы ребенок не болеет. Выздоровел как будто бы. Вот. Также мы пили вот это вот лекарство. Нормомед. Оно нам помогло. У Димы почти температура ушла практически. Но врач сказала, что больше пить не надо. Мы вообще должны были пропить его пять дней. Но я настояла на том, чтобы мы пили больше его. И сегодня мы купили уже вторую бутылку. Потому что у него температура уходит. Но, блин, я боюсь останавливаться. Я просто боюсь. Врач сказал, что ничего страшного. Останавливаемся. Да, у него еще будет температура. Чуть-чуть будет температура. Это ничего страшного. Но, блин, мы лечимся полтора месяца. Уже почти два месяца лечимся. И, честно говоря, страшно. Поэтому я решила своему ребенку назначить сама лечение. Не знаю, что из этого выйдет. Но, блин, просто я боюсь останавливаться. Там написано, в этом лекарстве написано, что две недели можно принимать. И когда, допустим, уже температуры не будет, то еще плюс два дня, чтобы закрепить этот результат. То есть два дня еще обязательно нужно принимать. Мы с мамой посчитали. Где-то, если еще сегодня мы принимаем, то получается четыре дня. Ну и получается, конечно, то, что мы вчера, я пропустила. То есть я три раза в день даю. Я пропустила вчерашний день вечером. То сегодня с утра уже температура поднялась обратно. Чуточку, конечно, но она поднялась. То есть она только уходила, уходила, уходила. А тут она вернулась чуть-чуть назад. Как бы это не очень приятно. Что касается УЗИ. Мы ходили на УЗИ вчера. УЗИ все супер, все хорошо. Органы все в порядке, слава Богу. Потому что нам прописывали очень много лекарств. Но из этих лекарств мы пили довольно мало. Мы так начинали пить, не помогает. И врач такая, не помогает вам, не пейте больше. Следующее лекарство, чуть-чуть попили пару дней. Не помогает, не пейте. Следующее лекарство. То есть это было примерно вот так. Не то, что там было лечение, например, в течение недели, двух. То есть такого не было. Поэтому, в принципе, он лекарств принимал не так много. Плюс он назначил нам железо и фолиевая кислота. То есть вот сейчас у меня ребенок уже начинает просыпаться. Сейчас я жмых свою перемешаю. Я пойду ему натощак его давать. Потом, блин, я уже так устала, честно. С этими лекарствами у меня просто в голове непонятно что. У ребенка там его аптечка. Она просто заваленная лекарствами. Она просто не помещается туда уже. Они стоят, по-моему, уже на всех полках. Попозже покажу, как это все выглядит. Я перебирала, перебирала, убиралась, убиралась. Но в итоге, когда приходит, вызываешь врача на дом. Она спрашивает, какие у вас лекарства есть. И в итоге все это вытаскиваешь обратно. То есть это получается вот так вот. Надо покупать опять новую корзину. Потому что лекарства просто море. Мы когда уезжали в больницу с ребенком. У меня, знаете, стол был полностью завален лекарствами. Просто вот куча было лекарств. И ни одно лекарство, в принципе, особо не помогает. Ну, единственно, вот это вот помог. Посмотрим дальше, что будет. Еще где-то дня 4. Мы будем его пить. И, конечно, также я сегодня проводила уборку. Сегодня я все продефицировала. Детскую кроватку все сняла. Сегодня вот сейчас опять стираю вторая стирка у меня. Вечером я еще планирую успеть третий раз постирать, чтобы мне потом не стирать несколько дней. Чтобы и стиральная машинка как бы тоже подсохла. Я люблю, когда она подсыхает, чтобы она отдохнула. Ну, и я, конечно, чтобы тоже немножечко отдохнула. Вот. И детскую кроватку я там помыла. Потом я покажу вам средства это. И полы сегодня мне еще мыть. Вот. То есть я их мою каждый день теперь. Короче, вот такие у нас вот дела. Так. Сейчас я перемешаю. И, наверное, сколько? А! Пять минут я уже болтаю. Блин, ну как у меня так получается? Я не понимаю. Вот других блогеров смотришь. Все там разговаривают, разговаривают. Ну, так смотришь. Минуту, две, три поболтали. И показывают что-то там дальше. Когда я начинаю с вами разговаривать, то все у меня пять минут, десять, полчаса иногда бывает. Начинаешь монтировать, часть там убираешь, часть отрезаешь. Блин, ну как у меня так получается? Я не понимаю. Вроде я быстро начинаю говорить. Вроде говорю быстро, но нет. Все, ладно, сейчас мы побежим. Сейчас нам... Ну это, ну... Короче, ладно. Побежала я. Пошла. Так. Пришла я домой. Вот они мои конструкторы, которые я вам говорила, забрала я. Я уже сделала глобальную распаковку. Обзор сначала, потом распаковка. Короче, все это увидите. Что, как там выглядит. Такие вот. Мишечка такой, короче. У нас будет зоопарк. Очень, кстати, качественный. Мне очень понравились. Такие вот хорошенькие. Там немножечко вот книги. Там еще детские книжки. Обязательно посмотрите. Там тоже этот ролик выйдет где-то там. Короче, так. Вот и бутылочку там я еще купила. Вот. Я думаю, все хорошо. Сейчас у нас обед. Сын у меня спит. Уже, наверное, сейчас просыпаться скоро будет. И мы с ним будем уже полничать. Это лопатка. Чтобы перемешивать кашу. Дима мне тут, представляете, устроил экзамен. По знанию, знаю ли я все в своем шкафчике. Лопатка. Чтобы переворачивать блинчик. Здесь похоже. Деревянные, да? Они оба деревянные. Похожие, да? Похожие, по цвету похожие, да? Это что это? 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 Это чтобы вынимать противень металлический из духовки. Оно горячее. Ты штукой вынимаешь. Здесь единица. Ну, нет. Оно неподвижно. Это что это? Это чтобы орехи колоть. Грецкие. Вот так это колоть. Это деда бил где-то гвозди. Гвозди бил ею? Гвозди бил ею? Гвозди бил. Ну, нифига себе. Сильно бил до гвозди. Так он же мог мне ее вообще сломать. Гвозди бил он ею. Я смотрю, она вся разваливается. Конечно, вообще-то молотком бьется. Гвозди бил. Додумался. На, положи ее на место. Аккуратненько положи. Это когда пирог печешь, чтобы дырочки были на пироге красивые. По тесту проводишь штучкой этой. А потом тесто растягиваешь и там дырочки. Не сваливайся туда. Аккуратненько. И это что это? Вилка. Большая. Это чтобы кровать, да? Конечно. И это что это? Чтобы бутылку заливать воду. Не пролить. И это что это? Лопатка. Да. Перебурил ты на конце. И это что это? Ты же ее доставал. Что это? И это что это? Чтоб торт вытаскивать, доставать. Кусок торта отрезаешь, так ее потом. И достаешь. Это что это? Нож. А что он тут делает? Кто его туда положил? Э! Положи его обратно. Кто-то его туда положил? Подложил, да? Специально подложил кто-то. Пусть он там лежит. Это что это? Толкушка. Вот как она постарела. Потемнела. Положи толкушка. Не это толкушка, да? А это вот, чтобы тесто раскатывать. А это толкушка. Видишь, размеры разного. Толкушка маленькая. Вот тут, видишь, она маленькая и широкая. Вот тут вот толкушка. А это вот ровненькая. А это вот раскатывать. Она поуже немножко. И тут вот она полукруглая, она не подойдет. Видишь, полукруглая она там. Скажи, мама, как много ты знаешь? Под задники постирались. Интересно они какие стали. Ух. Они такие. Где это стоит? Где это стоит? Где это стоит? Тоже самая лопатка. Они обе были середины. Зеленая и белая. Вот такой мне сегодня строил сын экзамен. По незнанию своих же предметов. Свекровь мне говорит, что у меня очень много хлама. Но, блин, что-то я этот хлам вообще не вижу, если честно. Все, что вот у меня есть, я всем этим пользуюсь. Ну, некоторые, конечно, бывают редко. Очень-очень редко. Там орехоколка действительно там. Сейчас орехи уже выдают. Ее можно убрать. Она мамина. Можно даже маме отдать ее. Вот. То есть, ну, остальное. Торт вытаскивать. Хотя торты, конечно, редко едим, но она. Штука такая должна быть, я думаю. Все равно. То есть, не знаю, не вижу я своего хлама почему-то. Все мне нужно. Так, постиралась Димина одежда у нас. Ты что нашел? Это что такое? Нашел? Да. Знаю. Не знаешь? А как ты думаешь, что это такое Дим? Это половник. Кстати, вот этот половник там после крови. Слава богу, она про него забыла. Потому что им очень удобно. Тихо. Им очень удобно. Вот блины когда жаришь, взял чуть-чуть. Прям удобно. Выливаешь. Классный очень мне нравится. Безумно. Надо свой такой найти. Лопатка. Ты ее уже доставал. Коза моя. Чуть-чуть у Димочки температура. Чуть-чуть есть. Но он весь горячий. Прям такой горячий-горячий. Я показал градусник на 37,1. Лопатка. Скажешь, что у мамы лопат так много на кухне. Да, Дима? Вот Дима сегодня яички перепелиные. Эту я уже перемесила. У нас есть ложка большая. Ложка большая ложка. А это ложка. Там была вилка, а это ложка большая. Ложка. Да? Да. Лень? Это можно есть большими ложками. А ты есть-то? Подожди, как собрался-то. Ты рот-то откроешь? Ну-ка. Открывай рот. Открывай рот-то. Вот, допустим, я взяла кашу в ней. Каша. Открывай рот. Ну? Чего ты постесняешься? Сейчас ты мне тарелку опрокинешь, Дима. Ну, давай. Ложкой открывай рот. А-а-а-а. Давай. Она больше тебя. Эта ложка есть может. Как ты ее есть-то собрался? Такой гигантской ложкой. Скажи лайки ставьте. Лайки ставьте. Лайки ставьте. Лайки-лайки-лайки. Нож, давай сюда. Лайки-лайки-лайки скажи. Ставьте нам лайки. Лайки-лайки-лайки-лайки. Вот как и Дима веселый. Дима веселый-веселый, да? Субтитры добавил DimaTorzok